Всем привет. Это сборка Linux Mint X-Face 18 на 64 бита. Хорошая, нормальная корочка, настроенная. Все программы практически работают. Вкратце о программах. Вот программа SystemBug. Меню на русском языке. Использовал файл Андрея Овчарова. Образ получился где-то на 2 гигабайта. И практически выглядит она на виртуальной машине вот таким вот образом. Нормальная, плавная, хорошо растягивается. Образ хорошо растягивается. Нормальная сборка. Значит, ну, соответственно, если сборка грузится на виртуальную машину, то образ создан правильно. И если вы записали этот образ на флешку, она не грузится, тут могут быть только три причины. Первая, плохая флешка, сменить ее. Вторая, значит, программа для записи на флешку была использована неудачно. И третья, значит, покопаться в настройках биоса и разрешить компьютеру сортовать флешки. Вот практически и все. X-Face очень экономичная сборка. У нее минимальные требования к памяти. Там 512 мегабайт минимум, но желательно от 1 гигабайта и выше. Это завершение экрана там где-то 1200-1300, такое, что-то на 700-800. Ну, вполне, так сказать, нормальный такой стандарт. Ну, а процессор, значит, с объемом памяти больше двух гигабайт, эта сборочка будет очень шустро, так говорится, бегать. Дальше. Значит, кроме систембата, который создает копию текущего состояния вашей операционной системы и в тяжелые времена позволяет откатиться назад, также есть программа QT-5, как раз, архиве, если в версиях 17 шел QT-4, Fs-архиве, то здесь вот QT-5. Дальше, значит, вот имеются, значит, в оборочке два браузера, Google Chrome и Firefox. Значит, на Google Chrome, значит, вот я специально завел, значит, свой сайт и вот здесь программа. Здесь можно посмотреть по программе SystemBug ролики. Сверху вниз, как говорится, от новых, старым. Здесь, значит, о программе Fs-архиватор. Пересказывать я не буду, посмотрите, но эта программа позволяет архивировать целые разделы жесткого диска и сохранять их или на внешнем жестком диске, или на одном из разделов жесткого диска. Вот практически все. Хорошая, быстрая, надежная программа. Также, значит, вот здесь вот имеется вкладочка. На этой вкладочке можно посмотреть все мои последние видеоролики от самых новых и более старым. Вот практически всегда можно быть в курсе, так сказать, чем я занимаюсь там, что делаю и так далее. Вот. Ну ладно. Дальше. Ну, естественно, две программы для настройки меню загрузки. В меню загрузки, значит, тут пришлось повозиться мне с этой программой и довольно-таки долго. Очень уж она бракалась. Но, тем не менее, даже к ней другу прицепил я эмулятор. И даже в грубе он работает. Ну ладно. Значит, работает программа для настройки меню загрузки. Здесь можно переписывать все операционные системы, которые у вас есть на вашем компьютере, в любом порядке, как колоду карт. По вашему желанию говорится, что там будет первым, что вторым, что третьим и так далее. Не нужно поубирать. Дальше. Ну, естественно, менеджер программ, менеджер пакетов стандартные. Программа SM Player. Программа SM Player, значит, я всегда к ней отношусь с большим почтением. Почему? Потому что у нее имеется одна очень хорошая функция, которая мне нравится. Вот эта функция, вот F11 по клавише, или на этот значок нажимаете, появляется окошечко поиска. Переходите на русский язык. Закидываете туда какую-нибудь там группу. Не знаю я там, но давайте там, что там такое. Ну, Макаревич. Макаревич. Была такая группа «Машина времени», очень хорошая. Макаревич. Играл очень хорошие песни. Ну, я просто для примера вот возьму. Вот грузится программа. Понравилась вам песенка или видеоролик, взяли, добавили его сюда. Все, и нет проблем. Значит, ну вот хорошая группа «Чиж». У них была хорошая песенка, там, «Малетинка», «Валяя в Англии». Сейчас уже даже не скажу. «Малетин», «Валяя», «Валяя», «Валяя». В Англии. Не знаю, где она идет она. Нет, есть. Вот посмотрите. Можете послушать. Любопытная такая песенка. Она идет на двух языках. Вначале на английском, потом на русском. Ну, такая веселенькая, хорошенькая песенка. Значит, вот такие вот есть очень хорошие возможности у программы SM Player и приложение к ней. Мы с Тамарой ходим парой. Значит, SM Tube. Также, значит, имеется, значит, запись образа на флешку и форматирование флешки. Пожалуйста. Видеоредактор OpenShot. В этом видеоредакторе, пожалуйста, берете, добавляете там файлики какие-нибудь и там редактируете их по своему усмотрению. Взяли файлик, допустим, поместили сюда. Ну, вот я применил. То есть, вот такой хороший видеоредактор. Я им практически пользуюсь постоянно. И все практически там процентов 90-95 моих видеороликов отредактированы в этом видеоредакторе. Программа, которую я записываю сейчас с экран, она вот. Попробую сейчас открыть вторую. Вот. Ну, вот. Покажу настройки. Значит, выставлять нужно Альса. На пульс аудио звука не будет. Частоту кадров, поскольку я не снимаю, не делаю скоростные съемки, я сделал всего лишь 20. Дальше, значит, видео я выставил про YouTube на трубе. MP4, значит, контейнер. Видеокодек вот такой. И звук вот MP3. MP4, MP3 и H264. Ну, скажем так, самые ходовые. Сохранятся видео будут по этому адресу. Хотите изменить название видеоролика? Пожалуйста. Поменяйте 01 там на цифры, на буквы. Так вам нравится. Нажимаете кнопочку начать запись и пошла запись. Вот практически и все. Хорошая, нормальная программа. Ну, практически конки-менеджер. Здесь конки-менеджер вот работает таким образом. Не надо онлайн. Взяли и отключили. Нужно. Взяли, подключили. Значит, здесь также смотрите сеть. Вот у меня видите, какая выставлена. А если стоит вот так вот применить, то сразу исчезают бегунки вот отсюда. И как найти свою сеть? Поясняю. Открываете терминал и заводите команду awconfig. И получаете вот такое сообщение. Копируете вот эту вот часть. Вставляете ее вот сюда. Нажимаете применить. Все. Цифры побежали по экрану. Значит, все это дело работает. Ну, в настройках я еще сделаю что? Вот здесь я выставляю старт программы вместе со стартом системы. Не хотите, чтобы она стартовала при старте? Так вот нажмете и отключите. Дело ваше. И плюс, удалять программу не обязательно. Она крошечная, но зато всегда системная информация под глазами. Практически число, месяц, год, недели, время. И хорошая такая информация, значит, о системе. Ладно. Ну, ага. Две меляшки-полезняшки. Значит, первая варите. И вторая варите слайд-шоу. Слайд-шоу, вот посмотрите. Включаю варите в начале. И сейчас у меня начнут меняться, значит, обои рабочего стола. Могу принудительно поменять их на следующее. Могу запустить слайд-шоу вот отсюда. Вот так вот будет меняться слайд-шоу. В любой момент нажали левой кнопкой мышки по экрану. Слайд-шоу убежало. Понравились там цветы вам скопировали в избранное. Что-то нужно. Пошли в параметры. Избранное. Открыли папку. У вас там уже сидят образы. Пожалуйста, открываете любой образ. Например, вот это. Изображение сделать фоном рабочего стола. И вы его сделали фоном рабочего стола. Я поставил менять каждую минуту, чтобы вам не скучно было. Вы же можете поставить на пять, на десять минут, на час, на дни. И от вашего вкуса. Вот таким вот образом. Хорошие нормальные программки. Программка, значит, видеодоллодер. Позволяет скачивать файлы с трубы в очень высоком качестве. У меня, в принципе... Копируем вот эту вот ссылочку. Открываем этого маленького монстрика. И нажимаем вот на эту кнопочку. И вот он предлагает скачать в качестве 1080. В максимальном качестве. Качает хорошо. Но если хотите качать плейлисты, то тут нужно немножко заплатить. Сумма небольшая. Ну, у вас всегда будут появиться все возможности пользования этой программой. Ну, виртуальная коробочка показывал, как работает. Значит, ну что... Телевизор. Тут и российские есть каналы. Есть и украинские каналы, и белорусские. Ну, в общем, выберите канал, который вам нравится, и смотрите себе на здоровье. Ну, естественно, моя любимая вишенка, в которой у меня сконцентрированы все программы. Значит, файлик к вишенке вам придется скачать вручную с моего сайта. Вот таким вот образом. Выходите на главную. Нажимаете вот сюда на мегу. С Казахстана не работает. Но если установить на Google Chrome расширение FreeGate, которое позволяет обходить всякие запреты, то даже люди, живущие в Казахстане, смогут спокойно заходить на мегу и скачивать мои сборки. Вот таким вот образом. Значит, с меги вам нужно будет скачать что? Первое. Значит, вот Cherry 3. Скачать в этот файле команды видео. Вот так вот нажмете на него и скачаете себя на здоровье, как говорится, и пользуетесь. Здесь же будет сидеть в моей сборке. Значит, Linux Mint. Вот здесь вот у меня папочку я сделал, и там у меня уже сидит Linux Mint 18. Цена MON. Будет еще сидеть Linux Mint X-Face 1864 бита. Но к моменту выхода видеоролика у вас уже будет возможность, как говорится, скачать сборку X-Face. Она очень экономичная и по сравнению, конечно, с, скажем так, с ценамоном, она системных ресурсов, конечно, кушает поменьше. Быстрая, хорошая сборка. И именно хороша для стареньких, скажем так, компьютеров. Вот таким вот образом. Значит, ну, здесь вот, пожалуйста, фон можно там выбрать. Какой-нибудь там, который вам там нравится. Тут у него разные каталоги там есть. Можно выбрать там сплошные цвета. Как кому-то там нравится. Смотрите сами. Значит, вот в таком ключе все дело здесь работает. Значит, ну, сейчас вот выйду из телевизора. Есть блокнотик, в котором можно коротенькие сообщения делать. Что-нибудь там написали там. Значит, ну, в таком плане. Значит, раскладка клавиатуры. Ну, значит, вот один нюанс такой. Значит, вот я вам покажу. Вот офис я возьму и возьму текстовый редактор. Значит, у меня, у многих бывает проблема, чтобы напечатать значочек собачку, когда пишете адрес электронной почты. Здесь он делается нажатием клавиш. А shift и буква Э. Это делается вот в английской раскладке. Сейчас попробуем это сделать в русской раскладке. Shift, Э. В русской раскладке просто получите букву Э. Значит, находясь в английской раскладке, получаете вот этот значочек. Shift и буковка Э. Вот таким вот образом. Значит, офис представлен полноценный. Как видите, значит, здесь имеется все самое необходимое. И электронные там таблицы, и текстовый редактор там, и прочее, прочее, прочее. Вот, нормальный, хороший офис. Поэтому, значит, я сделал эту сборку исключительно, скажем так, для людей русскоязычных, у которых нет времени заморачиваться с английским языком, ставить необходимые программы. Здесь вот, пожалуйста, взяли, установили сборку, как говорится, и пользуйтесь себе на здоровье. Все остальные вопросы, значит, идете на сайт. Пожалуйста, значит, здесь масса чего информации всякая, и на большинство ваших вопросов найдете ответы. Тут и по программам есть там, и основы для новичков, и дистрибутивы, и сборки, ну, тут много чего. Вот. Посмотрите, найдете то, что нужно. Вот в таком ключе, как говорится. Ну, и, скажем напоследок, одной из самых таких хороших приятностей в X-Face является вот гибкость панелек. И панельки тут можно делать и 5, и 10 штук, и размещать их в любых местах экрана, но обычно хватает, как говорится, и двух. Значит, очень гибкие настройки. Вот смотрите. Параметры панели. Первое. Внешний вид. Значит, при наведении панель становится непрозрачной, а когда на нее курсор не наведен, она не видна. Навели, вот перед вами панелька. Это раз. Дальше. Экран. Горизонтальная. Да, пожалуйста, можем сделать боковой. Чем отличается боковая от партикальной, я особо разницы не вижу. Ну, смотрим, вот так есть. Или вот так. Вот, смотрите, можно переместить ее сюда, а можно переместить ее вот сюда, как вашей душе угодно. Ну, я обычно так почитаю, горизонтальную панельку, да и все. Мало того, видите, панель два, а мы можем добавить и третью, и четвертую, и пятую панели. И можем сделать длину панели вот такой, а можем подогнать строго, как говорится, под наши нужды. Вот, допустим, и достаточно. А можем поместить ее куда-нибудь абсолютно, допустим, жестко, вот, например, сюда. И зафиксировать ее. Все, и она уже не будет никуда там дергаться, ничего. Будет сидеть нормальненько. Будет, допустим, спрятанная. Все. И эту панельку можете тоже спрятать. Вот, смотрите. У вас там получается абсолютно чистый экран. Навернили сюда курсор, верхняя панелька видна. Навернили сюда курсор, нижняя панелька видна. То есть, все зависит от вас и от вашего вкуса. Поэтому, значит, вот такой вот свободой и широтой, значит, я вам рекомендую пользоваться. Выбирать для себя самые подходящие варианты. Именно, так сказать, то, что вам нравится. Вот и все. Вот, посмотрите, все обратно вернулось, как говорится, на место. Прозрачность можно менять, вот так делать. Как хотите. То есть, тут в X-Face вот свобода управления панелью, я считаю, что одна из самых лучших. Очень гибкие настройки. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Я считаю, что на этом краткий экскурс знакомства со сборкой 18-го Минта X-Face я почти закончил. Я желаю вам всяческих там успехов, удачи. И до новых встреч.